60-70 поездок. Столько в среднем по подсчетам областной компании оператора по транспортным картам поездок на общественном транспорте совершают ульяновские школьники за месяц. Добирать от школы до дома и обратно на кружки и секции. При таком раскладе с безлимитным проездным за 440 рублей в месяц стоимость поездки составляет менее 8 рублей. Карту может оформить любой родитель школьника. Эту карту можно будет получить, как и ранее ее получали в региональном информационном центре, там где идет у нас пополнение за ЖПУ. Первоначальная выдача, и она, скажем, на 5 лет выдается, стоит 100 рублей. И ежемесячное пополнение уже этой карты, возможно, будет через РИЦ, либо через сайт Элтранс. Для льготников проезд в общественном транспорте останется бесплатным. 7013 карт для детей с ОВЗ, из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в социально опасном положении, сейчас допечатываются на одном из московских заводов. А уже 1 сентября льготные школьные проездные дойдут до своих ульяновских адресатов. Эти данные карты льготные выдаваться будут только в школе на основании тех реестров, которые готовила школа. У Юлии трое детей. Старшему сыну 13 лет, среднему 10. Младший пока не учится в школе, зато, как и два старших брата, посещает секции. Поэтому кататься на трамвае всем приходится довольно часто. До этого в их семье проездными никто не пользовался, сейчас будут. Со слов многодетной матери, это куда дешевле, чем каждый день давать деньги на проезд. Тренировки у нас с пересадками, ехать приходится далековато, поэтому здесь действительно приходится несколько раз пересаживаться. Но вообще, если посчитать, сколько? 25 час проезд. То есть, в принципе, у меня бы старший ребенок, наверное, в день, ну, рублей 100-150 точно тратил бы на дорогу. И это каждый день. Напомним, бесплатный проезд для школьников ввели два года назад в разгар пандемии. Наталья Улова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.